Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме. Олег Пикай и Александр Шунин в студии. Продолжается и не только наш эфир, но и купальный сезон, и туристический сезон. Но туристы очень-очень обеспокоены сообщениями о нападениях акул в Египте, в частности, в районе Хургады. И это произошло уже, по-моему, два таких вот случая, и достаточно драматических, и с такими трагическими последствиями. В одном случае акула откусила руку и ногу купальщицы. Ну и вот мы поговорим об этих инцидентах, о том, как себя обезопасить, вообще, насколько вести себя при нападении, не знаю, акулы, не акулы, но вообще, о каких опасностях могут подстерегать купальщиков. С инструктором, тренером по дайвингу клуба подводного плавания «Дайвтайм» Борис Фрадкин с нами на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Давайте начнем с главного. Есть ли опасность сейчас ехать в Египет? Стоит ли сдавать путевки, раз там появились акулы? Ну, на мой взгляд, сдавать путевки не нужно, потому что, если мы возьмем статистику, а это все-таки наука, за последних 70 лет, который ведет учет с фумуристическое агентство Египта, нападение акул было всего три раза. Три раза и пострадало четыре человека, включая вот этих два последних случая трагических. Если мы посмотрим статистику при посещении Египта туристами, в том числе дайверами, просто отдыхающими, ну, где-то по 8-10 миллионов человек в год, и посчитаем процент, то мы поймем с вами, что это скорее не правило нападения акул, это скорее исключение из правил, в котором, в частности, так скажем, виноваты и просто мы сами виноваты люди. Есть же, да, действительно какие-то правила, в том числе купание в Египте, там есть запрет на ночное купание, например, и в одном из случаев он был 100% нарушен. Какие есть еще вот эти вот строгие ограничения, строгие нормы, которые необходимо соблюдать? Ну, скажем так, во-первых, если люди просто туристы, которые приехали отдыхать, они должны купаться на огороженных пляжах, отелях, где стоят буи и сетки, которые не позволяют дикой рыбе заплывать на эти пляжи, и они как-то их огораживают, да. Второе и главное правило – не нужно лезть к рыбам, не нужно лезть, пытаться их покормить, попытаться всунуть им в рот сосиску или булочку или яйцо, взятое с завтрака, потому что все-таки это рыбы дикие, они привыкли сами себе, скажем так, добывать корм, и это их отчасти выводит из себя. Также нельзя загонять рыбу в угол и не давать ей шанса уйти. Любая рыба, в том числе акулы, они понимают, что мы не являемся их пищевой цепочкой, что мы все-таки стоим выше их, и рыба никогда не нападет, если у нее есть шанс уйти. Поэтому акулы, как правило, всегда живут в глубине, всегда живут в открытой воде, и подход к пляжу, скорее всего, как я уже говорил, это вина наша, потому что мы прикармливаем рыбу, мы кидаем ей еду, рыба в какой-то момент понимает, что нет смысла гоняться за едой в открытой воде, когда можно подойти к пляжу. Ну, опять же, это скорее исключение из правил, чем правило. А скажите, вот часто появляются фотографии, где дайверы фотографируются с акулами, там очень популярные снимки, там селфи, или там кто-то делает со стороны, но насколько вообще, ну, понятно, что дайвинг является тоже одной частью развлечения туристов, которые приезжают отдохнуть, в том числе в Египет. Вот насколько разрешается, есть ли какие-то градации, с какой живностью можно фотографироваться, можно обниматься, можно подплывать близко, а какой лучше вообще не соваться? Конечно же, есть, обниматься вообще ни с какой живностью не нужно. Любая, даже самая маленькая рыбка, которая от вас не уплывает, она может быть ядовита. Убить она вас не убьет, но все они умеют себя защищать, это море. Каждый рачок, каждая рыбка. Конечно же, есть акулы более опасные, да, такие, как белая знаменитая акула, как, скажем, тигровая, как бычья, да, акула. Есть акулы менее агрессивные, это акулы няньки, рифовые, но никто вам не даст гарантию в том, что самая безобидная акула-нянька на вас не нападет, и белая акула может спокойно проплыть, опять же, мимо. Это не фильм «Челюсти», где всех там она кушает, да. Это просто, опять же, я повторюсь, если рыбу поставить в безвыходную ситуацию, она, конечно же, нападет. Мы очень часто ездим, ездим много, ездим любоваться акулами, потому что это действительно очень красивое зрелище, когда в открытой воде идет акула, сразу вспоминается уражение акула-бизнеса, акула-шоу-бизнеса, акула-монстр. Да, это очень красивое и грациозное зрелище, но подплывать к ним и обниматься с ними, конечно же, не нужно. Фотографировать – да, издали. Все-таки, возвращаясь в Египет к этим двум случаям, на ваш профессиональный взгляд, что могло спровоцировать нападение? Ну, если мы почитаем прессу, там уже выступает очень много экспертов, с какими-то я согласен, с какими-то нет, но мое мнение, опять же, это лично мое мнение, скорее всего, что спровоцировали вот эти овцы, которых выбрасывают. Вот, акулы их едят, метан, разлагаются, эти туши, акулы подходят к берегу, потому что все туши прибивают к берегу, и акулы просто от обилия вот этой пищи, от обилия вот этого всего, что плавает в воде, как говорится, сходят с ума, и они уже не понимают, где туши там барана, где человек, причем надо сразу же оговориться, что акула не ест людей. У акулы во рту находится порядка 25 тысяч рецепторов, такая а-ля совершенная биохимическая лаборатория, которая мгновенно делает анализ крови и понимает, что это не ее пища. Человек умирает и погибает скорее от того, что акула рвет зубами артерии, рвет, человек истекает кровью, да, то есть акула не проглатывает нас, не жует на завтрак. И скорее всего, что вот это спровоцировало нападение акул. Десять лет назад, когда было нападение на акул, вернее акул на людей, мы тоже были в Египте с группой, нам отменили выход в море. Ну, была такая же похожая аналогичная ситуация, когда везли баранов на Рамадан, и тех, кто умирал, их просто сбрасывали в воду. И тем самым приманили акул. На мой взгляд, это вот такое вот единственное, единственно похожее на правду объяснение того, что произошло. Да, но бараны упали в море в открытой воде, а вы говорили буи, сети, которые ограждают пляжи у отелей. Как оно все туда перенеслось? Ну, значит, скажем так, в этом отеле не стояла сетка заградительная, не стояли, и поэтому туда и подошли. Естественно, если бы стояли сети, которые должны стоять по правилам, по крайней мере, во всех пятизвездочных отелях из Египта, есть такое условие, что пляжи огорожены специальной сеткой, специальными буями, куда дикая рыба заплыть не может. Хорошо. Может быть, о позитиве каком-то говорим? В принципе, о развитии дайвинга. Как много интересующихся в Латвии? Какие самые популярные в этом сезоне места погружений? Ну, скажем так, у нас в Латвии очень развит дайвинг, в том плане, что у нас есть Балтийское море, которое способствует дайвингу. У нас есть много красивых озер, карьеров. Люди интересуются, люди учатся. В частности, я могу сказать про наш клуб. Мы достаточно много путешествуем. В этом году мы посетили Мексику, Сеноты. Мы планируем ехать в Египет на дайв-сафари. Мы планируем ехать в Турцию. Ну, планов очень много. И дайвинг действительно популярен даже только лишь потому, что море, океан изучены всего лишь на 3%. Находясь под водой, мы испытываем космос, невесомость. Мы видим то, что не может увидеть простой человек. И даже смотря на красивом телевизоре видео, с клуба кинопутешественников или с каких-то Geographic или Animal Planet. Мы не можем это все увидеть, то, что мы видим под водой, потому что это совсем другая история. Это красота. Ну и Красное море относится к одному из таких же видов красивых морей, одному из самых красивых. По доступности посчитывает около 7 тысяч разновидностей рыб и около 5 с половиной тысяч всяких там кораллов, цветов. Ну, это очень здорово. А скажите, для того, чтобы заниматься дайвингом, ну вот туристы, которые приезжают в Египет или куда-нибудь еще, в Турцию, им часто предлагают вот это развлечение. Стоит ли перед тем взять несколько уроков дайвинга в клубе, для того, чтобы приехать более подготовленными, уверенными? Смотрите, это достаточно щепетильная тема. Естественно, что в Египте продается очень много такой программы, как Interdive, пробное погружение с аквалангом. Люди ее охотно покупают, люди знакомятся с дайвингом. Но вы поймите, когда на корабль приходит 40-50 человек и два инструктора, которые их купают по 5 минут, это одна история. Другая история, когда вы проходите здесь уже обучение у нас, приезжаете, берете самостоятельно дайвинг с инструктором, это уже другая история. Конечно же, на мой взгляд, стоит пройти что-то здесь, какие-то программы, у нас есть ознакомительные программы, у нас есть пробное погружение. Для того, чтобы, приехав в Египет, вы уже не концентрировались на том, смогу ли я дышать под водой, а просто наслаждались тем, что вам предстоит увидеть. Безусловно, стоит. Вы упомянули Мексику, Красное море, различные направления. Есть ли смысл погружаться где-то в Балтийское море? Вообще, что интересного можно увидеть у нас под водой? Конечно же, есть смысл погружаться в Балтийское море. В Балтийском море лежит очень много так называемых затонувших кораблей, как мы называем в Рэке. Это не только наследие Второй мировой войны, это наследие 19-го, 18-го, 20-го, 21-го века. И это достаточно интересно, потому что это история. Интересно смотреть на корабль, посмотреть, что с ним делает время, почему он затонул, почитать его историю. Очень интересно, в том числе и в Латвии нырять. А далеко ли от Риги ближайший такой затонувший корабль находится? Их очень много. Это и Венспилс, очень много кораблей. Лепая, очень много кораблей. Рижский залив, очень много кораблей. Кораблей, их очень много. Их очень много, и они лежат вокруг нас. Дорогое ли удовольствие дайвинг? Здесь, опять-таки, вопрос, приобретать ли свое оборудование или брать на прокат, что выгоднее? И безопаснее. Ну, конечно же, безопаснее иметь свое снаряжение. Потому что вы его знаете. Вы знаете, когда оно обслужено. Вы знаете, как оно работает. Ну, и также безопасно брать снаряжение на прокат в тех клубах, которых вы знаете. Где инструктора, как правило, относятся очень ответственно к своему снаряжению. Вовремя его обслуживают. Вовремя его тестируют. Поэтому, если вы ныряете раз-два в год, то, конечно же, выгоднее брать снаряжение на прокат. Если вы ныряете, вы заболели дайвингом, в хорошем смысле этого слова, и ныряете почаще, то, конечно же, можно купить. Дорого или нет? Опять же, вопрос риторический. Если вы пойдете в магазин, вы потратите одну сумму денег. Если вы спокойно, не торопясь, руководствуясь рекомендациями инструктора, заглянете во вторичный рынок, то очень много снаряжения есть во вторичном рынке. Можно подобрать для себя любую конфигурацию за более доступные деньги. Для наших широт дайвинг является каким-то сезонным. Да. То есть здесь мы исключаем, какие месяцы. Вы имеете в виду температуру воды. Да, температуру воды, да. Как говорят северные люди, нет плохой погоды, есть плохая одежда. В дайвинге существует целый ряд сухих костюмов, которые позволяют нам нырять и даже под лед, и даже в холодное время суток. Поэтому дайвинг не является сезонным. Даже для Латвии, то есть здесь... Даже для Латвии абсолютно. Это поразительно. У нас нет акул, но какие, возможно, опасности подстерегают ныряльщиков в водах Балтийского моря? В водах Балтийского моря ныряльщика подстерегают те же опасности, которые его подстерегают везде. Вода – это агрессивная среда. Мы не можем без специального снаряжения и оборудования, так сказать, жить под водой. Поэтому дайвинг опасен тем, что, еще раз подчеркиваю, мы находимся в агрессивной среде. Но при правильной подготовке, при использовании нормального снаряжения и оборудования дайвинг также безопасен, как и боулинг. Начнем с того, что за историю, 16-летнюю историю в Латвии погибло всего лишь пару дайверов. И то по собственной неосторожности. И, опять же, если мы возьмем статистику, сколько в Латвии людей погибло под колесами автомобилей от болезней, от, извините меня, плохой водки и от всего прочего, то дайвинг находится в очень приглядном положении. И, опять же, при использовании правильной техники на погружение и правильного снаряжения он безопасен. А вот Вы упомянули о том, что действительно проводятся такие пробные погружения буквально на 5 минут в массовом порядке. Вот обычно люди получают все равно какую-то бумажку, сертификат. И вот насколько здесь бумага, полученная, условно говоря, где-нибудь в Турции или Египте, является ли она просто бумажкой, которую повесить на стену? Или это действительно имеет какое-то значение? Вы правильно сказали, это бумажка. Это бумажка, которая просто выписывается Вам в целях рекламы, что Вы прошли ознакомительное погружение. Никакой юридической силы она не имеет. Для того, чтобы получить, как Вы сказали, сертификат, нужно пройти соответствующий курс, который включает теоретические занятия, практические занятия, открытую воду, закрытую воду. То есть это целый объем работы, которая дает Вам специальные навыки, понятие о том, что делать во время дайвинга, что делать во время погружения, как себя обезопасить, как справиться с какими-то проблемами, внезапно возникшими. И это уже совсем другая история. Это полноценное обучение, обучение, которое позволяет Вам погружаться во всех странах мира. Если мы говорим, как это приемлемо к нашей жизни, то прокатившись один раз на машине с инструктором, если Вам дадут бумажку, что Вы катались на машине, это не дает Вам права ехать в город, пользоваться автомобилем. Вы не знаете ни правил, ни технического устройства автомобиля, ни способы управления. То же самое и в дайвинге. — Хорошо. Огромное спасибо за эту вводную теоретическую лекцию. Она не дает права ни на что, кроме как углубленно заинтересоваться дайвингом. — Кроме как гордиться собой. — Спасибо огромное за рассказы и объяснения. Борис Фрадкин, инструктор, тренер по дайвингу, клуб подводного плавания «Дайвтайм» было с нами на связи. Хорошего дня и солнечного лета. — Всего доброго. — Спасибо, удачи.